Привет! Вы на канале компании «АвтоСтронг-М». Помните, что в «АвтоСтронг-М» есть шесть ярусов отличных качественных запчастей, прекрасный сервис и быстрая доставка. Мы продолжаем работать по вашим заявкам. Итак, встречаем мощный, красивый итальянский мотор Busso V6 от Alfa Romeo. В-образные бензиновые шестерки Alfa Romeo известны под именем Busso в честь их создателя Giuseppe Busso. Появилось это славное семейство в 1979 году. Все началось с двигателя 2.5. К концу выпуска гамма данных двигателей состояла из четырех моторов объемом 2.0, 2.5, 3.0 и 3.2. На протяжении 25 лет эти двигатели были верны конструкции алюминиевого V-образного блока с развалом 90 градусов, с помещенными в него мокрыми гильзами. Коленвал и шатуны здесь кованые. Также в приводе зубчатый ремень ГРМ. Изначально данные V6 использовали на заднеприводных автомобилях, но в 90-х годах их развернули под требования переднеприводных платформ. Ранние экземпляры двигателя Busso имели по одному распредвалу в каждой ГБЦ и по два клапана на цилиндр. Впускные клапаны приводились от распредвала с помощью толкателей, а вот для выпускных клапанов была создана оригинальная конструкция, в которой каждый кулачок давил на толкатель, коротенькую штангу и рокер, открывающий выпускной клапан. Кстати, для лучшего распределения тепла выпускные клапаны имели натриевый наполнитель. Первые V6 с 24 клапанами и двумя распредвалами в каждой ГБЦ появились в 1991 году. Серийные версии данного двигателя были атмосферными. Турбинами оснащались лишь некоторые двигатели объемом 2.0. Блок цилиндров долгие годы не менялся. Существенные изменения произошли в 1998 году. Инженеры пересмотрели конструкцию маслонасоса. Если раньше он устанавливался вертикально в блоке и приводился от ремня ГРМ с распределителем зажигания, то маслонасос, который дебютировал на Alfa Romeo GTV двигателя V6, был в стандартной конструкции. Маслонасос устанавливался вдоль с цепным приводом от шестерни на коленвале. И сегодня мы будем разбирать вот этого красавца, снятого с Alfa Romeo GTV 1999 года. Трехлитровая модификация была представлена в 1987 году. Именно она была первая оснащена 24 клапанами. Помимо многочисленных моделей Alfa Romeo, двигателями Buso были также оснащены Lancha Tezis и Kappa. Поздние экземпляры двигателей Buso весьма надежные и выносливые, потому что много недостатков было устранено давным-давно. Например, фанатов марки Alfa Romeo огорчал гидравлический натяжитель ремня ГРМ. Затем 2,5 ранних двигателей текли маслом по прокладкам ГБЦ, а также через слабые резиновые уплотнители рубашки охлаждения протекал антифриз. Проблемы с течью масла по ГБЦ были устранены применением композитных прокладок. Также были проблемы с направляющими клапанов. Также в 12-клапанной версии были проблемы с приводом выпускных клапанов. Выпускные кулачки распредвалов стачивались. В целом двигатели Buso хороши, но дороги в обслуживании и имеют некоторые особенности. Сейчас мы все подробно расскажем. Гофра, которая идет от корпуса воздушного фильтра к дроссельной заслонке, трескается. Тогда двигатель начинает сосать лишний воздух, причем неочищенный. Гофра существует только в оригинале. Есть бэушные, естественно, подешевле, а новые стоят очень дорого. Некоторые владельцы делают гофры из подходящих шлангов либо труб. Вот эти рукава соединены со впускным коллектором эластичными патрубками с ГБЦ прокладками. Так вот, на возрастных моторах патрубки трескаются, прокладки проседают и двигатель получает неучтенный воздух и начинает троить и чихать. Рукава и впускной коллектор снимаются при замене ГРМ, поэтому в этом случае их лучше осмотреть и, если надо, поменять прокладки и вот эти резиновые уплотнители. Коленвал двигателя V6 Busso отбалансирован в динамике вместе со шкивом и маховиком. Маховик двухмассовый, естественно, не вечный и стоит порядка 500 долларов. Но, естественно, вы можете найти отличный двухмассовый маховик в «АвтоСтронг-М». Менять его на одномассовый маховик крайне не рекомендуется, потому что можно создать проблемы с балансировкой всего кривошипно-шатунного механизма. Ну что, вводная часть закончена и сейчас мы приступим к разборочке. Вы ждали и он пришел. Встречаем Павел и мы начинаем нашу разборочку. Известная проблема, которая может прикончить двигатель Busso, это перегрев. Перегрев может быть из-за заклинившего термостата, загрязненного радиатора, а также из-за помпы. Ранние версии двигателя Busso были оснащены помпой с пластиковой крыльчаткой. Пластик трескался, со временем крыльчатка развалилась и тогда при разгонах водители наблюдали повышение температуры двигателя. И впоследствии они меняли помпу с пластиковой крыльчаткой на помпу с металлической. Система охлаждения двигателя Busso славится тем, что ее практически невозможно развоздушить. То есть пузырьки воздуха собираются в верхнем патрубке системы охлаждения и собираются в большой пузырь. Если в системе воздух, значит температура двигателя будет колебаться от 70 до 105 градусов. То есть симптомы такие же, как при неисправном термостате. Ремень ГРМ приводит все четыре распредвала. При замене ремня ГРМ будет не лишним поменять прокладки клапанных крышек, заменить свечи и проверить помпу на люфт. Если есть сомнения в конструкции помпы, пластиковая или металлическая, то можно снять и посмотреть. А вообще помпу лучше заменить, потому что если она потечет между заменами ремня ГРМ, то это будут лишние расходы. На 24-клапанной версии двигателя BUSA натяжитель ремня ГРМ пружинный, а гидравлический натяжитель с термостатическим контролем остался в прошлом на 12-клапанной версии. Ремень ГРМ надо осматривать каждые 60 тысяч километров, а затем с более частой регулярностью и менять при признаках износа. В странах с холодным климатом ремень надо менять каждые 60 тысяч километров. При выходе из строя катушки зажигания вызывают троение двигателя и издают щелчки. Одна голова хорошо, а две лучше. Здесь, в принципе, все стандартно. Два распредвала, 12 клапанов, гидрокомпенсаторы присутствуют. Здесь тоже самое. По состоянию практически идеально. И хотим напомнить, что с этим мотором по железу практически ничего не случается. Чтобы поменять ГРМ на данном моторе, его надо разобрать вот до такого состояния и зафиксировать валы. Здесь есть меточки, которые служат для того, чтобы выставлять валы. Заметим, что шкивы распредвалов установлены на конусы без шпона и крепятся вот такими болтами. Поэтому без фиксации распредвалов специальным инструментом здесь не обойтись. Музыка. 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 Головы с итальянского масштаба. Видно, что их меняли по характерным надписям front, rear, передняя, задняя. Этот моторчик подъедал масло, но не через маслосъемные колпачки, потому что впускные и выпускные клапаны сухие. Обратим внимание на несколько особенностей данного двигателя. ГБЦ крепится на шпильках. Это оригинальное решение 70-х годов, навеянное спортивными амбициями. Рубашка охлаждения открытая и естественно мокрые гильзы, вставленные в алюминиевый блок. При желании и наличии огромных денежных средств данный мотор очень даже хорошо и легко капиталится. То есть берутся старые гильзы, достаются, ставятся новые и меняются все поршневые кольца. По состоянию великим! Вот так впечатляюще выглядит помпа данного двигателя, в нашем случае крыльчатка помпы металлическая. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А вот тот самый маслонасос обновленной конструкции с цепным приводом. Кстати, его шестерня тоже сидит на конусе. А вот так выглядит чугунная мокрая гильза. Достается и ставится очень легко. Вторая мокрая гильза. Гильза достается чрезвычайно легко. На данный момент я точно знаю, что в «АвтоСтронг-М» есть шесть мокрых гильз в отличном состоянии, а льда за гильзами в «АвтоСтронг-М». Поршни у нас выглядят как новые, потому что мотор капиталил. То есть все чистили и меняли все поршневые кольца. По шатунным вкладышам тоже никаких вопросов нет. Поршни олдскульные, с удлиненными юбками. Также в поршнях есть отверстие для отвода масла. Заметим, что здесь есть маслофорсунки, то есть просверленное отверстие, которое выходит наискосок. И вот отсюда масло орошает поршни. Сняли три опоры, одна опора осталась на гермете, и по вкладышам, по коренным вкладышам видно, что они пробежавшие. Видать, это оригинальные вкладыши, и при капремонте их не меняли. Двигатели V6 Boost сделаны с запасом прочности, и убить их практически нереально. Но неприятности случаются. Помимо срыва ремня ГРМ, ахиллесовой пятой для этого двигателя является проворачивание шатунных вкладышей. Это происходит из-за заливки поддельного масла, некачественного масла и тогда, когда хозяин автомобиля не следит за уровнем масла. Обычно из опыта проворачивают вкладыши второго шатуна. Последствия могут быть разные. В самых печальных последствиях шатун приваривается к коленвалу и размолачивает все вокруг себя. Также если просто вкладыш провернет, то это тоже большая проблема, потому что ремонтных вкладышей нет. Все вкладыши номинального размера, поэтому по заводу ремонтировать коленвал нельзя. Его можно просто заменить. Разборка закончена. И сегодня мы разобрали вот такой вот жаркий итальянский спортивный мотор. Да, он дорогой в обслуживании, зато едет и звучит замечательно. Если вы хотите знать о моторах, коробках и БУ запчастях абсолютно всё, подписывайтесь на наш канал, поставьте лайк этому видео. Обязательно заходите в наши соцсети, заходите на наш сайт, покупайте у нас отличные запчасти и помните, что с вами всегда была, есть и будет компания «АвтоСтронг-М». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok